Второе послание Коринфянам святого апостолу Павла, глава 10 стихи 7 по 17. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна, такой пусть знает, что каковы мы на словах, в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигший до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и дали вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся хвались о Господе! Евангелие от Марка, глава 9, стихи с 37 по 49. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня принимает, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». Присем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами». И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас, и кто напоит вас чашу и воды во имя Мое, потому что вы, Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей, а кто соблазнит одного из малых сих верующих Меня. Тому лучше было б, если б повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами, быть ввержену в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Святой Марк Подвижник Наставление о духовной жизни Продолжение Истинно кающийся подвергается поруганию от неразумных, но это есть для него признак благоугодности. Все подвижники воздерживаются от всего, не перестает от подвига, пока Господь не истребит семени Вавилонского. Представь, что есть двенадцать страстей бесчестия. Если ты волею возлюбишь хоть одну из них, то она восполнит место и остальных одиннадцати. Грех есть огонь горящий. Насколько отымешь вещества, настолько он угаснет, и насколько прибавишь, настолько он больше разгорится. Превознесшись похвалами, ожидай бесчестия, ибо, говорит Писание, кто возвышает себя, тот уничижен будет. Когда отвергнем и всякой мысленный произвольный грех, тогда только начнем настоящую брань и с прилогами занимающих нас страстей. Прилог есть невольное воспоминание прежних грехов. Кто еще борется со страстями, тот старается не допустить такого помышления. А кто уже победил их, тот отревает самое первое его прирожение. Прирожение есть невольное движение сердца, несопровождаемое образами. Оно подобно ключу, отворяет дверь в сердце греху. Потому опытные и стараются захватить его в самом начале. Где образы помыслов закосневают, там надо полагать было сосложение, ибо то движение, которое есть безвинное, невольное прирожение, не сопровождается образами. Бывает, что иной выбегает из них, а иной не отвращает их, пока не возгорится пламень. Не говори «я и не хочу», а он помысел приходит. Ибо, конечно, если не это самое, то причины сего верно любишь. Ищущий похвалы находится в страсти, и сетующий о нашедшей скорби, конечно, любит утешность. Как чаши на весах не стоит на одном помысел любящего удовольствия, то плачет он и сетует о грехах, то борется и спорит с ближними, гоняясь за приятностями. Все испытующий и доброго держащийся по тому самому, конечно, удержится и от всякого зла. У терпеливого человека много разума, равно как и преклоняющий слух свой к словесам премудрости. Без памятования о Боге знание истинным быть не может. Без первого второе подложно. Для жестокосердого не полезно слово тончайшего ведения, ибо без страха такой человек не принимает на себя трудов покаяния. Для человека кроткого прилично слово веры, так как он не искушает долготерпение Божие и не бывает поражаем частым преступлением. Мужа сильного не обличай в тщеславии, но лучше укажи ему на тяготу будущего бесчестия, ибо этим способом разумно и удобнее восприемлет обличение. Кто не любит обличение, тот верно намеренно погрязает в страстях, а кто любит его, тот, очевидно, чуждается и прилог в их. Не желай слышать о чуждых лукавствах, потому что при этом черты тех лукавств написываются и в нас. Наслушавшись худых речей, на себя гневайся, а не на того, кто говорил их. Слушатель худого бывает худым и вестником. Если случайно кто попадает в круг людей пусторечивых, пусть себя виновным считает в таких речах, если не по поводу настоящего, то по поводу прошедшего. Если увидишь, что кто-либо лицемерно хвалит тебя, то в другое время ожидай от него порицания. Настоящее при скорбности приравнивай к будущим благам, и нерадение никогда не расслабит твоего подвига. Если за телесное вещественное подаяние похвалишь человека как доброго, помимо Бога, забыв, что это по Божью промыслу делается, то после тот же человек окажется для тебя злым. Всякое благо происходит от Господа по его смотрению, и приносящие нам оное суть служителей благ. Переплетение добра и зла принимай равным помыслом. За это Бог, наконец, отвратит аномалии событий в твоей жизни. Неравенство помыслов производит невольно перемены и в собственных. И вовне невольное Бог соразмеряет с произвольным. Чувственное, внешнее состояние есть порождение умного, принося по определению Божию должное. Когда сердце полно желаний и удовольствий, тогда возникают пагубные помыслы и слова. Так по дыму узнаем мы о горении вещества. Прибывай в сердце умом, и не будешь утружден искушениями. Уходя же оттуда, терпи, что найдет на тебя. Молись, чтобы не нашло на тебя искушение, а когда найдет, прими его как свое, а не как чужое. Отврати мысли от всякого любоимания, и тогда возможешь увидеть козни дьявола. Кто говорит, что видит все козни дьявольские, не зная как, тот выставляет себя совершенным. Когда ум освободится от попечения о телесном, тогда соразмерно с тем видит он ухищрение врагов. Увлекаемый помыслами ослепляется ими, и действия греха видит, а причин их видеть не может. Бывает, что иной, исполняя, видимо, заповедь, внутренно рабствует страсти и злыми помыслами губит благое дело. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори, он не победит меня, ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Все рождаемое зачинается малым, и, будучи мало-помалу питаемо, возрастает. Ухищрение греха есть многоплетенная сеть. Кто, запутавшись в ней отчасти, вознеродит о том, тот скоро затягивается ею всесторонне. Не желай слышать о несчастье врагов, ибо охотно слушающий такие речи собирает тут же плоды своего произволения. Не думай, что всякая скорбь находит на людей по грехам, ибо бывает, что иные благоугождают Богу, однако ж терпят искушение. Во время скорби смотри за прирожениями сластолюбия, ибо, как оно обещает утешение в скорби, то легко можно склониться на приятие его. Иные называют благоразумными тех, которые умеют разумно распоряжаться в чувственном, но настоящие благоразумники те, которые владеют своими пожеланиями. Прежде истребления злых страстей не слушай сердце своего, ибо каково вложенное в него, таких и приложений оно требует. Как змеи одни встречаются в лесах, а другие скрытно поныряют в домах, так и страсти. Одни мысленно воображаются, а другие деятельно воздействуют, хотя бывает, что они преображаются из одного вида в другой. Когда видишь, что лежащее внутри тебя пришло в сильное движение и влечет безмолвствующий ум к страсти, то знай, что некогда прежде ум сам был тем занят, привел то в действие и вложил то в сердце. Не образуется облако без дыхания ветра, не рождается и страсть без движения помышлений. Если мы не творим уже волей плоти, то легко помощью Господа перестанет тревожить нас и то, что прежде внутри вложено было. Внедрившиеся в существо ума образы бывают злее и властнее чисто мысленных, но сии последние предваряют их и бывают их причиною. Есть зло, которое из сердца исходя охватывает по причине давнего прирожения и сосложения с ним сердца, и есть зло, мысленно борющие по причине ежедневных случаев. Бог ценит дела по намерениям их. Кто не пребывает добросовестно в созерцании, тот не восприемлет и телесных трудов ради благочестия. Совесть есть естественная книга велений Божьих. Деятельно читающий он получает опыты божественного заступления. Кто не подъемлет произвольно трудов за истину, защиту ее, тот невольными гораздо тяжелее наказан будет. Кто познав волю Божию, посильно исполняет ее, тот через малые труды избежит великих. Кто без молитвы и терпения хочет победить искушение, тот не отразит их, но более в них запутается. Господь сокровен в заповедях своих, и ищущими его обретается по мере исполнения их. Не говори, я исполнил заповеди, и однако ж не обрел Господа. Все право ищущие его обрящут мир. Мир есть избавление от страстей, которого нельзя обресть без воздействия Святого Духа. Иное есть исполнение заповеди, а иное добродетель, хотя одно от другого взаимно заимствуют они поводы к добру. Исполнением заповеди называется совершение делом повеленного, а добродетелью то, когда сделанное воистину благоугодно Богу. Как чувственное богатство, хотя одно, но многоразлично, судя по предметам стяжания, так и добродетель одна, но имеет многообразные делания. Кто не имея дел мудрствует и говорит слова, тот является богатым от неправды, и труды его по Писанию в домы чуждые входят. Все покорится злату, говорит Писание, благодать июже Божию мысленная духовная жизнь управлена будет. Добрая совесть приобретается молитвою, а чистая молитва совестью. Они по естеству своему одна в другой имеют нужду. Иаков сделал Иосифу пеструю одежду. И Господь кроткому дарует познание истины, как написано, научит Господь кротких путям своим. Всегда делай доброе по силе своей, и когда предстоит случай сделать большее, не обращайся к меньшему, ибо обратившийся вспять, говорит Господь, царствие Божие не наследует. Божие не наследует... Божие не наследует... Божие не наследует... не наследует...